Здравствуйте! Радиоастрономия, радиотелескопы, вот такая вот сегодня у нас тематика. Доктор физмат-наук у нас в гостях, Юрий Андреевич Ковалёв. Вот он как раз работает на... это, наверное, самый крупный у нас в России телескоп, да? Да, это один из самых крупных в мире. Ратан, да? Да, Ратан-600, специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии Наук. Прошифровывается Ратан как Радио-Телескоп АН Академия Наук. Когда-то он был Ратан, это была Академия Наук СССР, сейчас... Раран теперь, да? Да. Ну, всё равно, Ратан и Ратан. Кстати, такая рыба есть ещё такая, Ратан. А, да, точно. Поэтому её назвали, так честно говоря. Я думаю, что это рыбу назвали в честь радиотелескопа. Ну, пускай будет так. Так, так что же вообще-то говоря, это ведь самый крупный у нас в России, он впечатляюще ужасный телескоп-то. Он там какие-то там, чуть по железнодорожным путям что-то ездит, там я помню, да? Да, да, лично вожу, помогаю девушкам, которые... Девушки возят, как всегда, самая тяжёлая работа у девушек. А что, там без двигателя, да, просто девушки возят? Не, ну, девушке нужно на кнопку же нажать. А, на кнопку. Дальше-то двигатель, но ведь он сам не поедет, нужно нажать на кнопку. А, тяжёлая работа на кнопку нажимать, тяжёлая. Да. Ну, если в двух словах, то действительно он самый крупный, но, к сожалению, он у нас сейчас и практически единственный широкодиапазонный такой большой площади, больших размеров, который позволяет на современном уровне проводить измерения. Всё остальное после развала Союза осталось в бывших наших республиках. А он, этот телескоп-то, он только регистрирует приходящий сигнал, сам-то он излучать может? С его помощью, скажем, попытаться связаться с инопланетянами там или просто с космонавтами, которые далеко улетят куда-нибудь к Марсу, можно? Поставьте туда передатчик и сможете. И можно. А там сейчас нет передатчиков. Антенна, там нет, там только приёмники. Антенна, она двунаправленная, она может как принимать, так и излучать. Антенна здесь ни при чём. Ну, тогда там можно передатчик поставить, генератор. Можно, можно. Наверное, очень мощный. Но изначально там всё время находятся только приёмники, но в отличие от других прекрасных инструментов в мире, это великолепный инструмент Ротан. Я к нему неравнодушен, поэтому... Вот великолепно, вы мне сказали, угловое разрешение какое? Какое? 10 угловых секунд. Чтобы было с чем сравнивать. Луна, Солнце — это 30 минут. Но это инструмент... А одна угловая секунда — это 1,6 угловая минута, а угловая минута — 1,6 градуса. Это я для публики напоминаю. Да, 57 градусов, но 1,6, совершенно верно. Градусы. Да, это очень просто. 360 градусов делите на 2Пи, 2Пи — это... Нет, вы в Родиано перешли, мы-то в угловых секундах. А за границей-то импортные телескопы, как они-то в разрешении против вашего, вернее, нашего, российского? На самом деле, я не чётко сказал. У нашего-то размер в этом направлении большой, а в этом маленький. Поэтому это не вот такой вот маленький луч, а это нож, ножевая диаграмма называется. Вот в этом направлении у него маленький, а в этом большой. Так вот, за границей они меньше, примерно 100 метров самые большие, 100 метровые в Германии, 100 на 110 метров такой лопоток в Гринбэнке, в Штатах. Поэтому разрешение у них, естественно, вот поскольку здесь меньше... По-моему, была ещё обсерватория Великобритании как-то, Джодерл Бэнк. Джодерл Бэнк, да. Там тоже был большой инструмент, он сейчас там поменьше. Ну, тоже. Но дело в том, что эти инструменты работают, вот за исключением Боннского и Гринбэнке, работали на более длинных волнах. А тут проблема одна, если у тебя поверхность зеркала металлического должна быть примерно там, отличаться там на одну десятую от длины волны. То есть максимальные отклонения от там параболической или квазии параболической поверхности должны составлять десятую долю от длины волны. Ну, обычно-то, по-моему, какой диапазон через атмосферу? Нет, через атмосферу, наверное, всё. Нет, это фактически вот от миллиметра, весь радиодиапазон от миллиметра до там 100 МГц проблем нет. Проблемы возникают... От миллиметра до 100 МГц, 100 МГц? Да, простите, от миллиметра до... это значит 100 МГц, 100 ГГц. Это длина волны примерно там 3 миллиметра, а там 100 ГГц это 3... 3 метра. Да, это 3 метра. Вот, поэтому проблемы возникают там, где длина волны больше, чем там 3-10 метров, а здесь проблем с... А с точки зрения астрофизики, какие частоты самые интересные? Зависит от того, какая задача ставится. Если это космические радиолинии, это узенькие линии, то... Космические радиолинии, это линии излучения каких-то там космических мазеров, как они говорят там. Да, мазеры, всё что угодно, но в принципе это конкретные переходы между уровнями в молекулах и в атомах. А если это, скажем, ядра галактик, квазары, это самые мощные объекты на небе, это то как раз чем... А там движутся ускоренные электроны, да? Да, это магнитное поле, в них движутся релятивистские электроны, и они излучаются, так называемый, синхротронным механизмом, который был открыт на Земле при синхротронах. А там они излучают радиоволны. Да, а там они сами по себе... Ну, ценность очевидна всего этого дела для науки. Вот я помню, в 60-е годы говорили, очень популярна была тема связь с неземными цивилизациями, вот, там был такой разговор, в какую длину волны лучше всего использовать. Ну, диапазон-то огромный, и предлагалась, как сказать, длина волны, соответствующая излучению нейтрального водорода. То есть, это, видимо, атом... 21 сантиметр. Не H2, а H просто, да? Да. Вот этих вот, H2. Нет, нейтральный водород, это H. H просто, просто атомов, атомарного водорода. Да, атомарный водород. 21 сантиметр, вот эта длина. Что, в самом деле, вот, стоит на такой длине волны ловить? А, ну, потому что стоит или не стоит. Просто единственное заметное, да? Нет, причина одна, просто искали что-то такое, что во Вселенной было бы всем цивилизациям понятно и известно, и особенное. Так как водород самый распространённый элемент во Вселенной, его больше всего, то и решили, что надо на этой... Я в одном журнале прочитал такую статью, специалист тоже по радиоастрономии написал, не помню, к сожалению, фамилию. Он писал о том, что вот вообще о поиске земных цивилизаций, о попытках наших вот связаться, послать сигнал к соседним звёздам. И вот как-то он выражал сомнения, а стоит ли вообще это делать? Вдруг они, значит, неизвестно с какими намерениями они к нам отнесутся. Будем ли мы просто для них интересные объекты изучения? Ну, просто есть мы и есть, да? Поизучать бы нас интересно издалека. А вдруг вот как-то вот нехорошо отнесутся к нам? Лучше бы, говорит, не светить лишний раз, он такой смысл-то высказал, не будить спящую собаку. Нет, тут можно, это очень спекулятивная тема, можно говорить много, долго, и всё будет правильно, потому что мы не знаем, как отнесётся. Всё, что не придумываешь, всё будет правильно. Но вот наш заводделом Шкловский, он образовал наш отдел когда-то в ИКИ, вот, он сначала был большим приверженцем внеземной цивилизации. Поисков внеземной цивилизации. Это были годы, когда был бум, в нашем отделе работал такой Гена Шаламинский, который практически этот бум, может быть, начал, потому что в Евпатории в 65-м году обнаружил, он с коллегами, но он первый обратил внимание, и они как бы сказали, пусть это будет твоё. И фактически он опубликовал, и он считается, он обнаружил изменение потока от далёкого источника, ЦТА-102 он называется. А тогда считалось, что все далёкие объекты, они подобны галактикам, они не могут менять излучение за, скажем там, ну, за месяц, за дни, за месяц, за год. Потому что они большие очень. Они большие эволюции. И там, аж скорость света медленно идёт, он быстро не может менять. Это всё очень... и вдруг они обнаружили изменения, если мне не изменяет память, за три недели на 30%, или там за месяц на 30%. Был большой бум. Ваши коллеги, и иностранные журналисты, и телевизионщики ГАИШ в Москве, в МГУ, взяли практически штурмом. Их охрана не пускала сначала. Возник маленький скандал, после чего вышел директор Дмитрий Яковлевич Мартынов, всех запустил. Они стали ждать в актовом зале начала. После этого он пошёл по комнатам, нашёл Гену Шаламитского и говорит, вы заварили кашу, идите расклёбывать. И вот он тогда всем рассказывал о том, как это получилось. А как же на самом деле-то получилось? Всё так и получилось. Но трагедия была в том, что он тогда работал на новой, это был Центр дальней космической связи, новая такая шестерённая, там 3 и 3 таких чашки были, только построили для того, чтобы связывать. Два реза по три чашки. Два реза по три чашки, да. Это как раз с дальними нашими космическими аппаратами, которые летали тогда к Марсу и к Венере. Да, да, да. И он не мог дать её параметры, потому что они были секретными. И поэтому он только дал о том, что обнаружили, а с него требовали подробности, чтобы понять, что там мог быть аппаратурный эффект, или на самом деле он это обнаружил. Но он опубликовал, стали все смотреть, он дал координаты, назвал источник. Все стали смотреть, и ничего нет. А то есть это был аппаратурный эффект? Нет, нет. Вот это трагедия у человека, я считаю. Но, тем не менее, природа была за него, и судьба смелостили нас. И через 10 лет это подтвердили. Что оказалось? Весь мир, конечно, кинулся смотреть не только это источник, а все остальные квазары, это квазизвёздные объекты. И оказалось, что у него ничего не нашли, стоит одинаково, ровненько, поток не меняется со временем. Но нашли другие, там, 3273, потом 384, в общем, другие квазары. В Азии звёздные объекты, это, значит, удалённое активное ядро галактики, так вот, современно-строфизики? Да, так называется, но я называю немножко по-другому. Это одна из ранних стадий существования, когда там вот эта чёрная дыра в центре, активной занимается, так сказать, акрецией. Дыра, естественно, это относительно маленькая, поэтому там на 30% относительно быстро может измениться поток. Вы всё знаете, вы можете сами всё проводить. Да нет, ну, не всё, конечно. Нет, всё правильно, я шучу. Значит, суть заключается в том, что тогда считалось, что таких объектов нет. Потому что это большие объекты, поэтому они не могут быстро менять свой поток. А потом оказалось, что есть маленькие, с помощью затмения Луны, первый раз 3С273, если я не ошибаюсь, или 3С48, обнаружили, что это действительно у него вид звезды, то есть это точечка, а не большая. Отсюда и пошло квазизвёздный объект. Потом оказалось, что их много, потом поняли, что у них поток меняется. На ранней стадии развития Вселенной. Когда к нам на Ротан приходят экскурсии, то мы их заводим на... Он называется облучатель, кстати, по аналогии с передающей антенны, хотя это приёмное вторичное зеркало, но по аналогии называется облучатель. Там, где у нас выведены телевизионные приёмники, и там выход радиотелескопа прямо в реальном времени идет. Я говорю, вот смотрите, вот сейчас у нас каждые 15 минут идут наблюдения, и новый квазар появляется. То есть это шумовая дорожка, когда он появляется, она отклоняется, а потом уходит. Вот такой вот горбик появляется. Вот я показываю этот горбик, обычно говорю, вот вы посмотрите, сейчас он только-только зарегистрировался, а как вы думаете, сколько лет назад он излучился, а сейчас вот только до нас дошёл. Ну там тысячу, говорят, кто-то там миллион, говорит. Я говорю, нет, там 10 миллиардов лет. То есть это было тогда, когда ещё не было Солнца? Да, но дело в том, что это было вскоре... А 10 миллиардов лет – это где-то миллиард с небольшим после рождения Вселенной? Да, по современным взглядам это 14 миллиардов лет Вселенной. Значит, это там... А мы смотрим, они как раз вот в начале рождения, поэтому вот 10, там 12, 14, вряд ли, наверное, будет, 10-12 миллиардов лет вот оттуда идут, потому что они самые удалённые из тех, которых мы смотрим. И они одновременно самые мощные. Так вот, возвращаясь к Ротану, что может делать Ротан? Он плох тем, что он смотрит только на прохождение, вот он с упреждением, как стрельба с упреждением по самолётам. Самолёт там, а зенитка здесь, и ждёт, когда подошёл и стреляет. Вот так же мы... У нас источник здесь, он же движется так же, как солнце восходит, максимум и заходит. Видимые движения. Да, мы на юг смотрим. Вот знаем, что через 15-10 минут он будет здесь. Антенна сюда установилась, и ждём. Вот эти девочки, о которых, говорю, девушки, операторы, откатывают вторичное зеркало в фокус, потому что на каждый источник у нас меняется антенна, и катается вот этот вот вагончик с аппаратурой, он 20 метров длиной. Там кабель, всё, всё. А что за радиоприёмники там? Какие, ламповые или полупруглые? Ну что, нет, конечно. Это современные, на так называемых транзисторах, ХЕМТ-приёмники, транзисторные приёмники, прямого усиления. Излучающие радиотелескопы такие ведь есть, да? Там попытки ведь посылать сигналы инопланетным цивилизациям вы предпринимали же регулярно. Я бы сказал, что это не радиотелескопы такие есть, а что это временно на них устанавливают. Временно. А там что за передатчики? Это огромные лампы, наверное, усилительные, чтобы туда сквозь звёзды-то прошло всё это дело, в межзвёздные дали. Ну, когда-то это были так называемые ЛБВ-лампы, бедгущие волны, самые мощные были. Какие сейчас, я затрудняю сказать, но думаю, магнетроны, клестроны. А там мощность вот этого сигнала, который пытались посылать другим звёздам, большая? Я знаю мощность примерно... С сравнением с нашими радиостанциями обычными, вещательными. Ну, я думаю, что примерно... Мощнее, конечно, но не в разы, но не в десятки раз. Я думаю, что что-нибудь в районе, ну, может быть, там, 50 мегаватт. А, и она сфокусирована плюс к этому. Да, в этом-то и дело. 50 мегаватт, 50 тысяч киловатт. Ну, это я с потолка беру оценку, потому что можно посмотреть, я не помню. А когда для Венеры, то это практически то же самое, потому что вам нужен отражённый сигнал, когда локация шла. Да, ведь была локация Венера. Там же отражённый сигнал нужно было поймать. Так вот, если меня не изменяет память, если я не ошибаюсь, то это здесь же был послан сигнал, и здесь же, может быть, на другой антенне его принимали. Поэтому тут нужны были и сверхчувствительные приёмники, и одновременно мощный сигнал для того, чтобы отражённый сигнал мог быть зарегистрирован. Вообще-то, на самом деле, фантастика представляется. Да, но в подавляющем большинстве всё-таки радиотелескопы – это не излучающее, поэтому никакой опасности для экологии никакой не представляют, в отличие от того, что многие люди думают и боятся. В частности, половина, ну, половина, наверное, сильно, говорю, часть станицы, где находится телескоп, они его боятся. И вот были выборы президента, у президента, у кандидатов президента было поручение, когда станете президентом, закройте радиотелескоп. Но это неправильное мнение. А вообще-то мы ведь живём в мире радиоизлучателей всяких, мало того, что радиостанция. А, у нас теперь у каждого в кармане радиостанция. Ну, почти у каждого. Мобильный телефон. Сколько он излучает? Опасно это? Ну, кажется, нет. 1-2 ватта написано в паспорте. 1-2 ватта. В паспорте. Так. Но хитрость заключается в том, что это больше, чем зарегистрировали все радиотелескопы за всю историю, все на Земле. То есть, эта мощность, она больше. Ну, это понятно, что... А вот насчёт предельно допустимых норм всяких, как тут? Как тут? Ну, я в этом плане, наверное, уникальный человек, потому что я всем доказываю, но никто ко мне не прислушивается, что это чрезвычайно вредно. Так. Именно поэтому... Послушаем ваше мнение. Если помните, я вам говорил, что я не держу с собой. Если надо носить, то я их ношу в заднем кармане. А сейчас ведь очень многие носят вот так. Ну да, я вот здесь как у сердца ношу. Или, да. Так вот, представьте себе, что вот у вас мобильник, вот это у него антенна вот здесь. Неважно, так или так, это всё равно. Вот вы его здесь носите, это значит, что у вас один ватт идёт на сердце. А когда вы разговариваете... Вот мы с вами три минуты говорили, там, или пять. Так вот, за три минуты, когда у нас мобильник у уха, мы набираем нашим мозгом годовую санитарную норму бесплатную. Если вот в советское время я получал 15% за вредность, поэтому хорошо помню эту норму. Сколько же она? 10 микроватт на квадратный сантиметр. Это вот такая вот норма. Да, 10 микроватт на квадратный сантиметр, если ты в таких условиях, то 8 часов ты можешь работать. Ага. Если у тебя не 10, а 20, то 4 часа. То есть произведение 10 на 8 должно быть постоянное. Так. А вы знаете, как формируются все вот эти вот ПДК, предельно допустимые концентрации, ПДУ, примерно допустимые уровни? Нет, как они формируются, я, конечно, не знаю. А я вам сейчас расскажу. Я могу только предполагать. Расскажу. Нет, это всё очень просто. Значит, берётся на всякий случай. Значит, такая вещь. Вот уровень, скажем, радиоактивного излучения, при котором заметно изменения патологические, какие-либо изменения. Ну, применительно к вашему случаю. Уровень СВЧ-излучения, при котором заметно изменения, ну, типа нагревания. Да. Ну, это поведение мышек, их же смотрят. На людях обычно это не экспериментируют, за редким исключением. Так, ну, так вот, и поделят это в тысячу раз, вот это, типа, допустимо. То есть, ниже того, где точно ничего нет, и ещё в тысячу раз меньше. Вот тут я... Вот такой вот уровень, вот это, конечно, правильно сделать, что так подстраховались, и то есть, когда это превышение вот этих предельно допустимых уровней, на самом деле ничего страшного-то не происходит. Ну, формально, да, не надо, надо подальше держаться, не носуй пальцы в розетку, я согласен. Вы, наверное, к цифрам не прислушивались. Вот здесь должно быть 10 микроватт на квадратный сантиметр. А когда мы вот это подносим, у нас 1 ватт, например, на квадратный сантиметр. Это в 100 тысяч раз разница. И сильно вас эта 100 тысяч раз разница нагреет ваш мозг? И мой тоже. Дело не в нагревании мозга. А в чём больше-то? Какие-то спектральные линии, что ли, у нас, наших атомов, молекул органических? Нет, наверное? Я сейчас хочу сказать о другом. Насколько я помню и знаю, в Советском Союзе за вредность напрасно никому не платили. У нас были разные ситуации. Кому-то давали молоко, кому-то что-то. 10 микроватт на квадратный сантиметр, я думаю, это выстраданная законная доза, которая была определена. И поэтому в неё можно верить. Можно, конечно, на себе экспериментировать, но обратите внимание, во сколько раз вы экспериментируете. За 3 минуты разговора вы имеете годовую санитарную дозу. Эксперимент это стал массовым. Огромное количество людей разговаривает по телефону и по долгу, не по 3 минуты, а по часам. И, в общем-то говоря, должны быть медицинские проявления. Это же ведь миллиарды людей так экспериментируют. Он чаще болеет. Вы это свяжете? У человека, который часто говорит, я так думаю, у него будут меняться защитные функции организма. А это подтверждено клиническими, так сказать, угрызениями. Вы представляете себе, как это нужно подтвердить? Да очень просто. А сколько это нужно работать? Нет, каждый человек, так или иначе, большинство, на каком-то амбулаторном наблюдении находится. И, соответственно, те, кто чаще болеет, найти эту... Это милое дело написать на эту тему диссертацию, но милое дело! Это такая простая статистика. Это любой, простите меня, далекий даже от медицины человек эти данные обработает с восторгом. Я думаю, мобилкины фирмы не позволят. Да ну, они до каждого не доберутся. Но дело же не в этом, а в том, что кто спорит? А мобилкиным фирмам это даже хорошо. Они перевооружат наш парк мобильников другими. На самом деле, может быть. И сейчас это не нужно. Они столько бабла нарубят. Есть простое решение, как, не отказываясь от мобилок, уберечь здоровье. Ну да. Если мы отнесем ее отсюда хотя бы на 10 сантиметров, вот это 20 сантиметров. На проволочке ваш карман. Давайте на 10. Что получится? Это вот этот 1 ватт вы разделите на 4Пи Р квадрат. Пи 3,14. 4Пи это десятка. Р в квадрате 10 сантиметров в квадрате это 100. Ну то есть, если вы в 10 раз отнесете, то в 1000 раз уменьшаете. Как я сказал, вот 3 минуты поговорили, это год, а так вместо года это трехдневная. Нет, это будет полдня норма. Есть разница, год ты за 3 минуты сделаешь. То есть, 2 раза в день можно будет поговорить тогда. Если хочешь больше, отнеси на метр. И получай молока за вредность. Отнеси на метр. Сейчас очень многие, сейчас этот вопрос стал подниматься в прессе, и многие фирмы в паспорте стали писать. Если вас этот вопрос беспокоит, пользуйтесь гарнитурой. Но ведь никто не понимает, что значит пользоваться гарнитурой. Взял, повесил здесь, отсюда провод и наушники. Это же ничего не меняет, вы все равно ее облучаете. Под гарнитурой имеется в виду, что она дает вам возможность от себя мобилку отодвинуть. Например, вы едете в машине, вы можете ее бардачок сюда, можете назад, это уже метр будет. И оттуда гарнитурой все проблемы, ну или по крайней мере 99,9 в периоде проблем у вас будут решены. Иными словами, опасность есть, но от такой прелести, ну как, откажешься. Просто нужно грамотно к ней подходить. Ну что? Например, не носить на сердце, а носить в заднем кармане хотя бы, когда надо. Или оставляйте, и время от времени подходи. А не вытащить туда здесь заднего кармана, а? А пользуйтесь такой, как у меня, у меня бюджетная мобилка, 1100 рублей. А, вот так, да? Тогда не вытащили. Ну конечно, за 10 тысяч там с этим, ну как, вы мне напомнили, вот в Семизе, там же как раз я был когда с Геной Шаламецким, который дело открыл, и там у нас был Женя Спангенберг такой, на машине приехал на Победе, тогда, и он оставил в Победе плащ такой китайский, был кинул на сиденье. Габардиновый. Да, и пришел, плаща нет, он пошел в Семизскую милицию относить заявление на начальнику милиции, начальник не берет. Он говорит, как? Вы, говорит, сами плодите воров, автомобилисты. Вот иду я, простой советский человек, вы мне сейчас напомнили этим, никого не трогаю. Вижу, машина открыта окно и плащ лежит. Ну как не взять? Искушение. Так что вот так же и здесь, с мобилкой. Ну не кладите такую мобилку. Да, здорово. Десятитысячную. Ну спасибо вам большое за интересный рассказ, норовоучительный. Спасибо. Время наше кончилось. Вот и публике нашей спасибо за внимание. Вот имейте в виду, что есть две точки зрения, по любому вопрос. Всего доброго вам, до свидания.